Всем привет! Очередное видео и очередная посылка из Китая. Стоимость её 2.48 в долларах. Пришёл нам фонарик из Китая, светодиодный налобный. Фонарик такого вот плана. Это уже старый фонарик, заказывался где-то 2 года назад. Ну, беда у этих фонариков, это ломится вот это вот крепление, что на шлейке, на лоб, на крепление. Ну, я пользуюсь этим уже 2 года. Фонарик довольно светлый. Три режима у него, вот один светлый, потом чуть тусклее и мерцающий. Работает этот фонарик на 3 аккумуляторах. Это старый фонарик мой. Ну, вот беда, это крепление налоб ломается постоянно в этом вот месте. Не на самом фонарике, а на той штуке, что туда-сюда отгибается. Я достаю аккумулятор эти. Сейчас достану фонарик и будем его испытывать. Распечатываем посылку. Так, посылку дозвать посылка эта. Конверт хороший. Распечатываем при помощи пальцев. Ну, крепкий троху. Ладно, где-то ножницы лежали у меня тут. Где они надрежут троху. То сразу плёнка рвется, а потом начинаю натягиваться. Он просто лежит в этом. Видно, вот шлейки эти, такие, эластичные, растягиваются. Отдельно лежат. И вот наш фонарик сам. Он немного отличается, правда, от этого, что старой вот модели образца. И этот. Ну, диоды, думаю, одни и те же. Здесь отражатель больше узкий и немного узковатый залитый силикон на диодах. А так, те же самые почти. Сейчас вот посчитаю. Получаться на старом у нас. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять кристалликов маленьких, там, видо-темненьких, внутрь. А на этом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тоже десять. То же самое. Ну, кнопка сверху такая вот, красненькая. Слышно, щёлкая, работая. Даже лучше, то, что в старой модели этой вот. Он как бы защищён, этот переключатель внутри. Ну, иногда на холоде плохо нажимать его, там, искать. Выключатели. Ну, а на этом он видны. Ну, как я сказал, беда у этих фонариков, это, вот это вот крепление, что, где трасчётка стоит. Такая вот трасчётка здесь, видно, шестеродка такая. Она ездит. И эта вот трасчётка ломается часто. Конечно, отличия есть. Но принцип действия самого диода, светодиода, одинаковое. Открывается по-другому уже этот. В старой модели вот такой. Могу ссылку и на старый написать под видео, и на новый. Можно старый, лучшее будет. Здесь просто крышечка, и такая вот защёлка стоит здесь. Нахтём подковырнул защёлку. Открыв. И вставляются аккумуляторы. Это старая модель. А в новой, в новой у нас, снизу видно. Снизу нажимать надо. Ну, сейчас попытаюсь открыть. О! Здесь по-другому. Здесь уже снимается вся крышка. Видно. Крышка с креплением, с всем этим вот снимается. Когда открывается, нажимаете на эту вот штуку здесь. Она пролазит в такую штулю. Ну, и вставляются аккумуляторы. Ну, или батарейки. Ну, окна, я-то всю жизнь аккумуляторами везде пользуюсь. Опа, не залазит малость. С трудом запёр короче его отсюда. Сейчас проверим. Три аккумулятора. Немного так вот выступают. Засвечиваем. Яркий. Хороший фонарик. Это потусклее режим. Камеру не новую, чтоб не слепить. О! И режим мерцание. Поменьше. Интересный фонарик. Что такого не было. Видно, вот, яркий режим. Чуть потусклее. И мерцание такое. Кстати, даже получше, чем на том. Выключил. Опять. Смотрим. Не знаю, камера будет передавать на экран. Полоски эти вот по центру такие фиолетовые. Получается, на ярком свете они длинные. А на втором мерцающее. Интересно. Это так передаёт наша камера. Это мерцание. Ну и на мерцающем режиме самого фонарика. Длинные эти длинные. Интересно. Что раз светит таким. Это яркий режим сам. Это потусклее. Видно такие. От диодов. Кстати, вот. Полоски фиолетовые бегают на экране. Нашей камеры. Здесь от диодиков этих и отсвечивая. Видно, да? Если видно, я не знаю, передает оно или нет. В запись саму. Эти волны фиолетовые. Вот видно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Десять полосок. Вверх и вниз. От фонарика. Режимы потусклее. Они бегущие и мерцающие. Интересно. Покуда достану батарейки. Снова фонаря. Фонаря. И вверх. Шелк и зашелкивается. Вроде нормально. Стекло это пластиковое. Такое близко. Нормально. Испытаем потом ночью его. Ну, вы видели. Он так светит нормально. Это заказываю в основном, когда что вечером делаешь. Там в гараже. И заказывал хорошо пчел. Когда на зиму кормишь, то на лоб одел просто. Нажал и все. Удобная штука. Ну, и вот эти вот штуки, что цеплять его. А скажу не очень. Постоянно вылазят в этих вот прорези и крепления. Что иногда бесить начинает. Так. Так вот закрепить надо. Сейчас закрепим. Сюда просунул. Потом эту боковую. Просунул. Ну, и наверх. Так. Ну, бляха. Не той стороной хорошей надо наоборот. Левую-правую. Правую-левую. Мало запутавший. Сюда. Так. Эту. Получаться. Сюда. Ну-ка, давай. Не могли китайцы сами за это крепление это заправить. Всё. Наш фонарик готов к плотации, на лоб, на голову, вернее, крепись. Ну, а на лбу где. По сравнению с этой моделькой, мне он больше понравился. Такий дизайн больше красивый. Ну, кнопочка удобная выделяется. Не надо тут искать. Просто когда на улице, да в мороз, нажимать, эта вот пластиковая штука жёстко становится и слабо нажимается. Сейчас я вставлю обратно в старые аккумуляторы. Посмотрим. Так светит старый. Тоже. Аккумуляторы зараженные. Ярко. Полосы идут тоже такие самые. В режиме потусклей. Здесь видно полосы эти, но они не бегушкой строкой такой. Сверху. Видите, снизу вверх. И мерцающие здесь больше интенсивные. Ну, немного другие. И, кстати, в этом старом образце. Ну, он не старый, наверное, сейчас такие тоже там продают. Заливочка диода немного шире. По ширине. Ну, по длине одинаково будет. Единственное, что скажу, наверное, может тут отражатель уже, да к силикону прижатый. То меньше и пыль будет внутри. То, что в этот, попадая пыль внутрь. А что, пыль попадая? Вот с этой стороны видно. Беленькая полосочка такая. По самый-самый край отражателя. Там щелино. Туда попадая пыль внутрь фонарика. Ну, а здесь уже предусмотрели. Просиликоненные диоды. И на их прижат отражатель плотно. Так что, этот фонарик, если сравнить с этой моделью, такой, то немного получше. Ну, и свет этот, что не интенсивный, больше, таки, медленнее, мельгайрек. Получше будет. Буду на этом наш обзор заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. До свидания.